Всем привет! Сегодня я расскажу вам о своем чайнике фирмы Redmond. Это реально удивительный гаджет. Я пользуюсь им уже несколько месяцев и очень доволен. Во-первых, он очень качественно сделан. Удобная ручка, ничего не скрипит, крышка открывается одним касанием и также легко закрывается. Но больше всего мне нравится его стеклянный корпус и подсветка. У меня уже было видео про этот чайник, когда я его только купил. Но недавно вышло обновление приложения для этого чайника. И я решил рассказать вам о его новых функциях. Да-да, вы не ослышались. Этим чайником можно управлять через приложение на вашем смартфоне. Нет, ну конечно, им можно спокойно управлять только при помощи кнопок на ручке. Можно легко включить и выключить кипячение, а также включить подогрев, выбрав температуру от 40 до 85 градусов. Но чтобы использовать все функции этого чайника, нужно скачать приложение Ready for Sky на Google Play или App Store. Смартфон коннектится с чайником по блютузу. Вы только вдумайтесь, чайник с блютузом. Вот так выглядит само приложение. Для того, чтобы включить кипячение, кликаю на центральную кнопку. Пошли пузырьки, чайник включился. Тут же отображается температура воды в чайнике. Также в зависимости от температуры воды, меняется цвет подсветки чайника. Параметры изменения цветов можно выставить в настройках подсветки. Я себе установил так, когда вода холодная, подсветка синяя. А нагреваясь и закипая, она меняется до красной. Это все очень красиво выглядит. В настройках можно даже менять длительность кипения чайника. Вторая функция это нагрев воды до любой температуры от 35 до 90 градусов. Можно вручную выставить температуру с точностью до градуса. А можно выбрать один из предустановленных режимов для заваривания разных сортов чая. Например, для черного чая это будет 90 градусов. А для белого чая это 70 и так далее. Также тут можно выбрать режим подогрева детского питания. Это 35 градусов. А скоро в этом приложении появится большая книга рецептов приготовления разных видов чая и других напитков, которые требуют заваривания кипятком. Кстати, в версии этого приложения для iOS уже есть эта книга рецептов. А для пользователей Android можно скачать тестовую версию приложения Ready for Sky Home. И тут уже есть множество рецептов зеленого, черного и других видов чая. А также различных напитков. Каталог с рецептами будет постоянно пополняться новыми чаями, травяными сборами, лекарственными травами. А также пользователь сам сможет добавлять любые рецепты, требующие заваривания водой. Каши, соусы и так далее. А также в будущем прямо из этого приложения можно будет заказать доставку воды, чая или кофе. Представляете? Очень полезная функция «Свежая вода». Ставите тут галочку и приложение напомнит вам в том случае, если вы давно не меняли воду в чайнике. Также этот чайник можно использовать в режиме ночника, без включения кипячения или нагрева. Чайник просто светится и украшает вашу кухню или где вы его поставите. Можно выбрать яркость подсветки, а также ее цвет или диапазон цветов и скорость изменения цветов в этом диапазоне. И у вас получится очень красивый ночник. Вы не поверите, но в этом чайнике даже есть три игры. Игра «Угадай цвет» подходит для детей от 2 лет, а также игры «Тренируй внимание» и «Тренируй память» для детей от 7 лет. Также производители не забыли о безопасности. Нажав иконку с замочком, можно полностью заблокировать кнопки на самом чайнике, и ваш ребенок не сможет его включить. Тут же рядом есть кнопка, которой можно отключить звуковые сигналы чайника, если они кому-то мешают. Но это еще не все. Тут есть режим светомузыки «Диско-чай». В этом режиме подсветка меняется в такт играющей музыки. Музыка может быть включена как на вашем смартфоне, так и на другом внешнем источнике. Вот так это выглядит. Подсветка даже реагирует на голос. Смотрите. Прикольно, правда? А еще плюс ко всему тут есть функция расписания. Тут можно запрограммировать чайник на включение одного из этих действий в нужное вам время. Например, я выставил себе кипячение каждый день в 8 часов утра. Захожу утром на кухню, а чайник уже горячий стоит. Вот это красота! Ну и ко всему прочему в приложении есть раздел «Статистика», где показано, сколько раз вы включали чайник и даже сколько киловатт электроэнергии он потратил. Вот это я понимаю, умный чайник. И еще одна фишка. Чайником можно управлять не только через Bluetooth, но и через любое интернет-соединение, находясь где угодно. Для этого нужен еще один планшет или телефон, на который нужно установить приложение «Ready for Sky Gateway». Это устройство должно оставаться дома, недалеко от чайника. И через него будет идти связь с вашим смартфоном. Смотрите, я зашел в приложение. Bluetooth у меня отключен. Соединение идет через Wi-Fi. И при этом я могу управлять чайником. Включаем кипячение. С небольшой задержкой, но все работает. Смотрите, чайник начал закипать. Это пригодится, например, если вы замерзли и спешите домой, то можно прямо по дороге включить чайник, чтобы потом не ждать. Или во время прогулки с ребенком запустить подогрев воды в чайнике, чтобы, вернувшись домой, сразу сделать ему детское питание и не ждать, пока чайник согреется. Вот такой вот реально крутой чайник с продвинутым приложением. И, кстати, у меня есть промокод, который дает скидку 50% на этот чайник. Ссылку на магазин и промокод я оставлю в описании. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok